А всем привет! В этот раз я хочу поговорить про Часы Судного Дня, без сценария. Я, в общем, не буду, как в других обзорах, говорить просто, ну, пересказ, так как эта арка такая очень долгая, и пересказывать весь её сюжет, ну, будет достаточно геморно, в общем. Поэтому я так чисто, ну, в лайв-формате захотел бы, вот, ну, поделиться своим мнением. Короче, произведение поделено, по сути, на две половины. То есть, первые шесть комиксов и вторые шесть комиксов. Первые такие шесть комиксов являются, по сути, вот, продолжением именно Хранителей. То есть, вот, на чём закончились Хранители, вот, на этом и начинаются Часы Судного Дня. То есть, там, история Роршаха и всё такое. Вот, то есть, если вы захотите купить себе, вот, Часы Судного Дня, то есть, в наличии, чтобы иметь, я советую покупать именно вторую часть, потому что она более интересная. Там и Доктор Манхэттен, и Супермен, в общем, вот это весь замес. Первая часть – это только, ну, такой разогрев. Он не особо интересен. По сути, они сделаны в стиле Хранителей, но вот сами Хранители мне вообще не нравились. То есть, я прочитал вот эти Хранители. Они, во-первых, душные, они скучные, ну, и вообще мне не нравятся. Стиль, в принципе, ну, был неплохой, но сделан он был прям, ну, как по мне, отстойным. Вот, что здесь сохранилось, вот, это рассказы Доктора Манхэттена про его время. То есть, вот, как он видит время, вот это, вот, мне очень нравилось в Хранителях, и здесь это такое передано. То есть, просто, как он начинает говорить, там, какие-то даты по типу 22 ноября 1940-го и всё такое. Вот это очень интересно звучит. То есть, я это в голове представляю, я вспоминаю вот этот фильм от Зека Снайдера «Хранители». Вот как это он, его голосом, это представляю в своей голове. Это очень интересно такое. Окей, вообще, в чём состоит сюжет? То есть, сначала у нас Мирохранитель начинает идти по жопе, и Адриан Уэйд хочет найти Манхэттена. Он, сооружая, там, такую установку, в общем, прилетает в метавселенную, во вселенную 0, короче, в самую основную вселенную DC, чтобы, ну, найти Джонатана Остермана. И по истечению там обстоятельств находит. В общем, вторая же половина уже именно выглядит именно как продолжение Rebirth. То есть, у нас в Rebirth был замес с Манхэттеном. То есть, прям с самого начала, то есть, с самого первого комикса Rebirth у нас был замес с Манхэттеном. Типа, Волли Уэст пролетает из Спидфорса, то есть, и говорит Бори Алину, что перезапуск совершил именно Манхэттен. То есть, это он изменил судьбу персонажей. Короче, то есть, в замесе с Манхэттеном также еще участвовали. То есть, Супермен, Флэш и Бэтмен, как минимум эти трое, они вот участвовали. И я так понял, что на момент еще Rebirth'а, Чезосудного дня, полноценно не были продуманы. То есть, в Арке Reborn, там, нам дают пояснение такое, что Супермен Нью-52 был половиной оригинального Супермена. Оригинальный Супермен же, ну, по сути, был расколот надвое. То есть, первая часть это оригинал, он продолжил свое существование с тем же таймлайном, с теми же воспоминаниями в конвергенции. Вторая часть была в Нью-52. То есть, по сути, нам прям говорят, что его раскололи, видимо, чтобы ослабить. А в самих часах Судного дня нам просто говорят, что он переместил, ну, этот фонарь. То есть, от зеленого фонаря. Ну, это не совсем так-то, ну, как-то понятно, что ли. Ну, короче, он изменил этим самым хронологию, запустил на 52. То есть, он отодвинул фонарь, не стало общество справедливости Америки. Супермен не вдохновился и не смог спасти своих родителей. Ну, короче, хронология его пошла по жопе. Ну, а как бы, как мы знаем, в арке Супермен Реборн Кларк уже изменил свою хронологию. Он, как бы, слился воедино. То есть, его посткризисная версия Нью-52. Но, тем не менее, хронология не стала такой полноценной, какой была, типа, до Флэшпойнта. Ну, и она, кстати, не стала от вмешательства Манхэттена в конце истории. По сути, кстати говоря, тут даже не было такого, ну, злодея. В этой истории, ну, кого можно назвать злодеем? Типа, вот кто является главным злодеем? Супермен? Ну, абсолютно нет. Он, скорее, как раз-таки является главным героем. Доктор Манхэттен? Может быть, то есть... Но его действие не выглядит, как злодейские. То есть, он как-то эгоистично решил замутить перезапуск. Но это не делает его злодеем, всё-таки. И в конце истории, то есть, он, как бы, возвращает то, что он сделал. То есть, вообще, нам даже дают пояснение, что его махинация, его вот эта вселенная Нью-52, по сути, перенеслась на новую землю. Ну, или даже новую вселенную 52, то есть, с таким номером. Нью-52, как бы, тоже никуда, ну, не ушла, потому что её действия просто продолжились с другой вселенной. Вот, и он даже понял, что, типа, вот такие вот всякие вселенные в мультивселенной, они как раз-таки связаны с тем, что Супермен меняется. В общем, да, он выяснил, что Супермен является центром метавселенной. То есть, всякие там перезапуски, как раз-таки, связанные, типа, с ним. И от метавселенной там образовываются мультивселенные, и вот всё такое. Вот, в конце истории он возвращает все действия, которые он совершил, и, как бы, возвращает в свою вселенную. Ну, так, а кто же главный злодей? В принципе, на эту роль, наверное, больше всего тянет Эдриан Уэйт, он же Азимандия. А вот он реально ведёт себя, как конченый ублюдок, к которому, ну, вообще не собереживаешь никак. То есть, он опять тот же манипулятор, что был в Хранителях, ну, и вообще, ну, чумо полное, конечно. Вот, то есть, он манипулирует людьми, выставляя Супермена в плохом свете, также манипулирует людьми, чтобы, ну, натравить Лигу на Манхэттена. Ну, и, в общем, чисто это всё делают в манипуляциях для выгоды. То есть, что он в Хранителях такой херней занимался, что здесь, но для него же это аукнется Бог. В общем, ну, по сути, главного злодея тут, как такового нет, но, скорее всего, это можно назвать либо Манхэттена, либо Азимандию. Кстати, вот насчёт Азимандии такой интересный момент. В реберсе нам дали понять, что мистером Озом был Джорел, которого спас Манхэттен в своё время. То есть, это Джорел. Но сразу об этом не говорят, то есть, это мы узнаём в эффект Оза. То, что мистер Оз это Джорел, это была, наверное, моя самая первая догадка. И когда мне скинули вот этот момент, то есть, ещё до того, как я узнал тайну личности мистера Оза, я не стал читать там текст, я просто увидел вот этот момент. И я увидел, что мистер Оз, он уж очень похож на Азимандию. То есть, я знал, что готовятся часы судного дня сейчас, я знаю, что там будет Азимандия, там, типа, персонажи из Хранителей. Я такой смотрю, блин, я такой думаю, блин, это же вообще офигенный поворот, типа, то, что мистер Оз это Азимандия. Это даже звучит, то есть, мистер Азимандия, ну, логика уже работает. И вот, если бы действительно был такой сюжетный поворот, то это бы реально работало, то есть, но, к сожалению, всё прошло скучным поворотом. Мистером Озом оказался батя Калелла, а Азимандия это просто хер левый, который вообще просто не больше, чем манипулятор жалкий. Было бы реально интересно, то есть, учитывая внешнее их сходство, то есть, как по мне, такой бы сюжет реально сработал бы. Был бы, кстати, интереснее. В общем, да, то есть, вторая половина часов судного дня, как раз таки, связана с замесом Супермена и Доктора Манхэттена. Их замес получается такой, как айсберг, короче, на поверхности нам показывают, ну, полную херню, типа, то, что они просто встретились и пару фразами обменялись. А вот, сам конфликт, он больше показан под водой, то есть, там, Манхэттен про него долго говорит, ну, Супермен про него немного говорит, он, по сути, мало его знает, но Супермен, то есть, уже испытывал на себе его действия в Реберсе. Ну, короче говоря, то есть, в конце комикса, когда Манхэттен изучает эту вселенную, понимает её суть, он видит дальнейшее будущее DC. И вот тут мне вообще не нравится. То есть, нам, по сути, автор Джефф Джонс говорит, что Супермен постоянно будет перезапускаться, DC постоянно будет перезапускаться, и мне такой исход событий не нравится. Я надеюсь, что вот актуальный перезапуск, ну, что он, по сути, Снайдер, в конце второго металла, он будет самым последним, потому что, блин, ещё один ребут, я, ну, я чёркнусь. В принципе, то есть, история Джонса гораздо лучше, чем металлы Снайдера. Ну, как минимум, первый металл прям таким говном был, что, ну, часы судного дня, вот прям, абсолютно победители. Второй металл был получше, но всё-таки часы судного дня, ну, намного лучше. Но, тем не менее, именно вот эту идеологию постоянных ребутов, ну, я вообще не поддерживаю. Возможно, там просто чисто, можно даже сказать, что по хронологии изменялось, но я всё-таки думаю, что просто один автор забил на слова другого автора, и просто делал, как сам захотел. И, то есть, в конце второго металла мы уже получили, ну, нам дали понять, что никаких вот этих альбутов, которые обещал нам Джефф Джонс, не будет. То есть, уже второй металл был, по сути, перезапуском в 2021 году, когда Джонс обещал им в 2020, и там вообще эти вещи, по сути, не связаны. Хотя, возможно, для DC там был 2020, но просто давайте верить в лучшее. Давайте верить, что уже никаких перезапусков не будет, и было бы, конечно, очень хорошо, если бы история закончилась. Ну, как минимум, история Супермена, то есть, просто, чтобы он отправился уже на покой. В общем, что касается Манхэттена. После того, как он всё вернул на круги своя, он вернулся в свою вселенную, то есть, по сути, она тоже перезапустилась. Сам он ушёл на покой, то есть, его историю всё-таки довели до ума. И отдал, по сути, энергию свою, в свою силу, ребёнку, пацану, которого он назвал Кларк. И, тем самым, история заканчивается. То есть, доктор Манхэттен ушёл, ну, скорее, ушёл Джонатан Остерман, а именно сам доктор Манхэттен, по сути, теперь это вот этот пацан по имени Кларк. Вот, в общем, история, как по мне, получилась очень интересной, запутанной такой немного. Но она отвечает на вопросы больше, чем заставляет их задавать. То есть, это очень хорошо сделано. Поэтому я очень советую её прочтению. Если вы хотите скайлить, допустим, доктора Манхэттена, то лучше читайте Ребёрс или Второй Металл. Так как, ну, часы судного дня особо его силу, ну, не особо показывают, короче говоря. То есть, да, нам говорят, что он сильнее, там, вот этой Лиги Справедливости, но, по сути, его истинную силу там вы не узнаете. Ну, в общем, с вами был Ultimate Kent. Всем пока.